МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Иркутской области резко возросло количество бытовых пожаров. Только за прошедшие выходные произошло 48 возгораний. На одном из них погибли люди. Подробности чрезвычайного происшествия Ольги Харнутовой. Подробности обследования 77 хрущевок ждут вас в выпуске. Какие решения о дальнейшей судьбе домов 335-й серии, принятые по итогам ревизии, расскажем через несколько минут. Через несколько минут узнаете об уникальной мусорке в Иркутском районе, которая заполняется настолько быстро, что из-за отходов не видно баки. О ситуации далее. О ситуации на образовательном рынке труда, а также кто такие агророботы и какое отношение они имеют к школе, поведаем в рубрике «Повесточки». Начать выпуск мы вынуждены с печальной статистики. В Иркутской области резко увеличилось количество пожаров в жилых домах. Такие происшествия, как правило, это не только финансовый ущерб. На одном из возгораний не обошлось без жертв. Ольга Харнутова побывала на месте ЧП и попыталась разобраться в причинах внезапно выросшего числа бытовых пожаров в регионе. Из-за высокого забора видно только каркас крыши. Именно кровля пострадала больше всего в этом доме от пожара. Он начался накануне вечером. Огонь чуть не перекинулся на соседние дома. Однако вовремя подоспели пожарные. В ходе тушения они обнаружили на диване погибшую женщину, а в туалете – ее сожителя. Обоим было по 63 года. Они задохнулись угарным газом. Загорелась веранда. Они находились в доме. И тетка с его сожителем, они были вполне трезвые. Ложились поздно спать. Тетка никогда не пропускала дом 2. Время – 10 час вечера. Мне звонят и просто говорят, что у моей тетки горит дом. Когда мы сюда прибежали, здесь были пожарные, нас не пустили. Услышали треск. Живу в данном доме. Треск был сильный. Изначально показалось, что салют. Выглянула в окно, увидела зарево. Взяла телефон, вызвала сразу же пожарных. Пожарные сообщили, что уже вызов есть по данному адресу. По данным МЧС, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания. Разбираться с причинами бытовых пожаров на этих выходных пришлось много. За два дня в регионе произошло 48 бытовых возгораний. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. Резкое увеличение числа пожаров зафиксировано в основном в частном секторе и дачных кооперативах. В основном это связано с тем, что люди с приходом холодов стали пользоваться электрообогревателями и печами. Всего с начала года на территории Иркутской области произошло 5420 пожаров, на которых погибло 132 человека. 23, к сожалению, это дети. И 119 человек получили травмы. Иркутская область традиционно в кавычках занимает первое место по России по гибели детей на пожарах. Сотрудники МЧС и полиции регулярно проводят рейды по многодетным семьям, оценивают пожарную безопасность жилья. Однако часто люди не открывают двери специалистам или игнорируют их рекомендации. Как следствие, с каждым годом количество погибших детей на пожаре растет. С января по октябрь 2020-го умерли в два раза больше несовершеннолетних, чем за аналогичный период 2019-го. Наш регион по этим показателям опережает даже города-миллионники. Ольга Харнутова, Андрей Назаров, Виктор Черкашин. Новости по будням. Не думают о безопасности и своей, и других люди, те, кто пытаются с преступной целью попасть на Усолье Химпром. Двоих мужчин, которые пытались украсть территории промплощадки, металлолом задержали. Нарушителей не смутило ни наличие забора, ни тот факт, что объект находится под круглосуточной охраной. Мужчины перелезли через ограждение, однако через некоторое время сотрудники Росгвардии задержали охотников за легкой, но очень опасной наживой. К слову, работы по ликвидации химических отходов на промышленной площадке в самом разгаре. Специалисты обустроили склад для малоопасных грузов и демонтировали конструкции цеха ртутного электролиза. Также очистили больше половины цистерн, в которых содержалось порядка 34 тонн токсичных отходов. Опасность может подстерегать жителей региона не только на промплощадках, но и в собственных квартирах. Насколько люди рискуют, проживая в домах 335-й серии, сейчас выясняют специалисты. Ведь то из одного, то из другого города Иркутской области приходят вести о разрушающихся хрущевках. Какая судьба их ждет, узнаете далее. Я помню все твои трещинки. Так, после завершения обследования хрущевок смогут петь специалисты. До конца года они должны определить техническое состояние 109 домов 335-й серии. Ревизии проводят в 8 городах Иркутской области. На данный момент уже обследованы 77 зданий. Каждому присвоена определенная категория, в соответствии с которой будет принято решение о необходимых объемах капитального ремонта. Больше 60% домов, в которых побывали специалисты, находятся в ограниченно-работоспособном состоянии. С оставшимися все не так просто. 14 зданий в работоспособном состоянии, а вот у 15 состояние недопустимое. И если будущее этих домов пока не до конца определено, то уже точно известно, что самую первую хрущевку Иркутской области не будут реставрировать, а расселят и снесут. Трехэтажное здание было построено в Ангарске в 1959 году. Проект по демонтажу, пилотный, полученный опыт будут использовать в дальнейшем. Тем более, что семь хрущевок Иркутской области уже включены в реестр жилых домов, имеющих дефицит сейсмостойкости, признанных аварийными и подлежащими сносу. Всего же в регионе более 1300 многоквартирных зданий 335-й серии. Алена Полоненко, новости по будням. Несколько сотен, если не больше, нелегальных свалок в Иркутской области. Причем иногда они вырастают вокруг вполне себе санкционированных площадок. Так произошло и в селе Грановщина Иркутского района. Масштабы бедствия и потенциальные угрозы оценил Иван Занько. Появление этих мусорных контейнеров в селе Грановщина местные жители ждали с нетерпением. Раньше зачастую вывозили отходы в Хомутово, теперь экономят время. Однако желающих использовать емкости оказалось так много, что они не справляются со своей задачей. Эти кадры были сделаны сегодня утром, а уже ближе к обеду, когда приехала наша съемочная группа, места в баках практически не осталось. Пакеты с мусором, которые не входят в контейнеры, люди оставляют рядом. Вывозить разбросанные возле баков отходы никто не собирается. Такое развитие событий на руку, а точнее на лапу бродячим собакам. У нас тут еще большая проблема, что вот на таких несанкционированных мусорках плодятся собаки. То есть, во-первых, мало того, их выкидывают сюда, привозят, они тут расплодились, и вот этот весь мусор таскают у нас, естественно, тоже собаки. Также тут у нас строится школа, да, уже, и как будут в будущем дети ходить через вот эту прекрасную мусорку, через стаи собак, в школы, в детские сады, непонятно. Бродячие собаки – это не единственное, чего боятся местные жители. Дело в том, что мусорные контейнеры никак не огорожены, поэтому при сильном ветре все отходы раздуваются буквально вот в радиусе десятков метров. Ну, экологическая катастрофа какая-то. Мусор сюда не только приносят, но и привозят даже на грузовиках. От такого нескончаемого потока контейнеры быстро заполняются. При этом подобных площадок в селе не так много. Мы смогли найти еще одну, как пояснили нам в администрации муниципального образования. Под установку баков нет места, ведь располагаться они должны в соответствии со строгими санитарными требованиями. С учетом плотной застройки разместить мусорные контейнеры на небольших пятачках нет возможности. Тем временем пластик, который из-за ветра разлетается по округе, начинает разрушаться. Пластик в процессе своего разрушения, он порождает мельчайшие частички, которые относятся уже к микропластику и нанопластику. То есть это настолько мелкие частицы, которые могут подниматься ветром, и мы с вами можем легко это вдыхать. Те же животные это потребляют вместе с травой, другой пищей. Как часто должны вывозить мусор с территории села? И почему игнорируют отходы, разбросанные возле контейнеров? С этими вопросами мы обратились к региональному оператору, ответственному за процедуру. Но пока ответ не получили. И сколько еще местные жители будут терпеть соседство с быстро переполняющейся мусоркой, остается загадкой. Иван Занько, Владимир Пинаев. Новости по будням. Мусорные площадки, безусловно, нужны и полезны. Но только если они санкционированы. 89 незаконных свалок будет ликвидировано в Иркутской области в 2021 году. Это почти в 7 раз больше, чем в текущем. Работы будут проходить в рамках мусорной реформы. Она идет по всей стране с 2019 года. За это время в нашем регионе убраны 15 свалок, приобретено более 20 тысяч баков для сбора мусора, обустроено почти 4 тысячи контейнерных площадок. Это сделано за счет субсидий, выделенных муниципалитетом из регионального бюджета. Кроме того, Иркутская область планирует попасть в федеральный проект по ликвидации объектов ранее накопленного экологического вреда, чтобы уничтожить большие свалки. Для этого их необходимо ввести в государственный реестр. Поэтому сейчас при Байкале проходит инвентаризация всех стихийных мусорок. По данным природоохранной прокуратуры, таких в области более 800. Не только стихийные свалки отравляют жизнь людям в Иркутской области, но и последствия землетрясений и затяжных осадков. Из-за этого грунт в горах сейчас может осыпаться. В ближайшее время есть риск камнепада в районе Кругобайкалки. Поэтому до 5 ноября электрички на КБЖД будут передвигаться не быстрее 15 км в час, что сравнимо со скоростью велосипедиста, который никуда не спешит. За месяц как раз должны исследовать устойчивость грунта в горах. Если к началу ноября по-прежнему будет существовать угроза камнепада, то, возможно, срок действия дополнительных мер безопасности по передвижению электричек продлят. Если бы все автомобилисты также заботились о безопасности на дорогах, однако пока управляют транспортом так, что сшибают столбы. На выходных в микрорайоне Новоленина. В Иркутске 27-летний водитель «Газели» не справился с управлением, врезался в опору освещения, она не выдержала и упала. Похожее происшествие, зафиксированное в другом районе города, произошло столкновение иномарки и машины службы доставки. От столкновения один из автомобилей влетел в столб, опора не выдержала и упала на машину. Никто из участников аварии не пострадал. В таких дорожно-транспортных происшествиях расходы за поврежденные столбы берет на себя мэрия. Однако, если автомобилист врезался в более масштабный объект, например, памятник, тогда администрация города судится с виновником ДТП, чтобы получить компенсацию за причиненный ущерб. На сегодняшний день таких разбирательств в Иркутске не проводится. Разбираться во взаимоотношениях собственников квартир и застройщика, возможно, скоро придется суду. Жильцы аварийного деревянного дома в Иркутске уже несколько лет ждут расселения. Почему люди до сих пор не стали обладателями новых квадратных метров, если над ними уже даже и потолок разверся? Разбирался Олег Федоров. Квартира Иркутянина Владимира Выборова и в огне горела, и от потопа пострадала. Последствия последнего, который случился этим летом, так до сих пор никто и не устранил. Дом, где проживает мужчина и еще шесть семей, около 70 лет. В 2012-м здание признали аварийным. Текущий и капитальный ремонт здесь проводить уже нет смысла. А вот в случае частичного обрушения конструкции должна разбираться управляющая компания. Однако многочисленные обращения туда на размеры бреши в потолке пока не повлияли. Дали нам телефон инженера Саяна. Я позвонил ему, он говорит, разберусь. 31 августа. Никаких сигналов, ни действий нет. Позвонил ему еще раз 9 сентября. Он тоже сказал, разберусь. И до сих пор никаких нет сведений. Не разрешилась ситуация и с переселением. Фирма-застройщик, которая возвела многоквартирный дом по соседству, должна была снести старый барак, а людям предоставить новую жилплощадь. Но дело застопорилось. Владимиру Ивановичу предложили обменять его трехкомнатную квартиру на двушку с большей площадью в черновой отделке в высотке напротив. В этом случае пришлось бы доплатить. А денег у владельца жилплощади нет. На такие условия согласилась только одна семья из дома. Всем остальным придется ждать окончания расселения, которое запланировано на конец 2021 года. Именно в отношении квартир, которые в собственности, это отношение между гражданским, между застройщиком и между самим собственником. Это либо выкупная стоимость, то есть они предлагают сумму, за которую готовы выкупить это помещение, либо предоставляют помещение соответствующие требования. Если же застройщику и собственнику не удастся договориться, то решать судьбу квадратных метров будет суд. А пока, похоже, еще как минимум пару зим Владимиру Выборову и его соседям придется провести в старом доме. Олег Федоров, Андрей Назаров, Виктор Черкашин. Новости по будням. О старых данных, когда заболевших коронавирусом в регионе было немного, остается только вспоминать. За последние сутки диагноз подтвердился у 116 человек. Накануне было зафиксировано на 8 заразившихся меньше. Выздоровевших в регионе сегодня немного, всего 7 человек, что в 5 раз меньше, чем днем ранее. Из-за COVID-19 оборвалась еще одна жизнь. Сейчас при Байкале инфицированы 1955 человек. Почти треть лечатся дома. Вообще же любой житель региона может сдать анализ на коронавирус. Людей с симптомами COVID тестируют бесплатно. Нужно только вызвать врача на дом. В среднем каждый день проверяют по 4000 человек. Как за деньги, так и безвозмездно. Однако в связи с приростом количества заболевших выросло и число проводимых анализов. За последние сутки тест на COVID-19 сдали 7000 человек. А готовы ли жители Иркутска сдать тест на наличие коронавируса за свой счет? И какое обстоятельство их к этому может подтолкнуть? Поездка за границу, требования при устройстве на работу, подозрения на наличие заболевания. Или, например, если в бесплатном анализе отказали. Что делать в этом случае? Ответы горожан в нашем традиционном опросе. Я считаю, что надо всем сдавать, независимо от того, кто может уплатить, должен сдавать анализы. Кто не может, ну пусть государство пойдет ему навстречу. Симптомы заболевания? Потому что я учитель. Если есть какой-то повод, намек, или там, я знаю, что кто-то из моего окружения, пойдут, да, хоть платно, хоть как. Ну, я думаю, что при наличии симптомов и при наличии риска, если кто-то из моего окружения, возможно, болеет, тогда бы я, ну, возможно, сдала бы платно. Если бы нужна была официальная справка куда-то, ну, при том же трудоустройстве, либо состояние здоровья беспокоилось бы, тогда бы сдала. Еще и платить за это. Это, мне кажется, дело государственное, потому что, ну, это эпидемия, это всемирная эпидемия, это не от меня зависит конкретно. Государство должно было позаботиться, мне кажется, об этом. Как показал наш сегодняшний опрос, большинство иркутян готовы сдать платный тест на коронавирус только в том случае, если почувствуют симптомы болезни. Кстати, эта процедура стоит около 2,5 тысяч рублей. Тем не менее, я был бы готов отдать такие деньги, даже если бы почувствовал малейшие признаки недомогания. Олег Федоров, Виктор Черкашин, новости по будням. А вот самая дорогая квартира в Иркутске с видом на ангару стоит гораздо больше, а именно 67 миллионов рублей. Роскошные апартаменты включают в себя 4 спальни, домашний кинотеатр, спа-зону с сауной, бассейном и турецкой баней, тренажерный зал и просторную террасу. Общая площадь жилища без малого 377 квадратных метров. По данным аналитиков популярного сайта недвижимости, Прибайкали вообще входит в тройку лидеров по дороговизне вторичного жилья в Сибири. Средняя стоимость квадратного метра в Иркутске за сентябрь выросла и в среднем сейчас составляет почти 74 тысячи рублей. Поднялась цена и на квадрат в новостройках. Теперь за него придется выложить 73 с половиной тысячи деревянных. При этом с начала года средняя цена увеличилась уже на 21%. Но покупают недвижимость жители Прибайкали не только в своем регионе. Чаще всего наших земляков привлекают квартиры в Москве и Республике Бурятия. А какие машины предпочитают сейчас приобретать жители Прибайкалья? Исследования на этот счет провели аналитики крупного автомобильного портала. Выводы насчет этого в том числе неожиданные ждут вас в рубрике «Ценный выбор». Спрос на поддержанные машины увеличился в Иркутской области. В третьем квартале текущего года продажи таких транспортных средств выросли на 21% по сравнению с тремя предыдущими месяцами. Соответствующие выводы по итогам исследования сделали аналитики крупного российского автомобильного портала. По мнению экспертов, переориентация клиентов на вторичный рынок связана с ростом цен на новые машины. К тому же в период действия режима самоизоляции многие отказывались от крупных покупок и сейчас наверстывают упущенное. Средняя стоимость поддержанного автомобиля в Иркутской области в третьем квартале 2020 года составила 280 тысяч рублей. Ценник по сравнению с прошлым годом вырос на 7%. Самая востребованная марка в Прибайкале и Тойота, так же как в Новосибирской области и Красноярском крае. Эти три регионные исключения, ведь во всех остальных субъектах самыми продаваемыми стали отечественные автомобили ВАЗ «Лада». Такие машины востребованы и в Иркутской области, но находятся лишь на втором месте по популярности. Алена Полоненко, новости по будням. А вот цена на черном рынке за редкую птицу может достигать 3 миллионов рублей. В Иркутске выпустили на волю сокола, которого изъяли у браконьеров. Напомню, в Прибайкалье была задержана банда злоумышленников, которая занималась отловом краснокнижных пернатых. В ходе обыска квартиры оперативники обнаружили двух птиц. А если балабан в результате заточения не пострадал, то соколу потребовалась помощь орнитологов. Специалистам пришлось провести операцию по трансплантации перьев. Восстановили крыло за счет донорского материала. Основные проблемы при проведении такой процедуры – точность замеров для подбора идеального кусочка. В данном случае все фрагменты были разные от 9 до 12 сантиметров. Затем части необходимо было надежно скрепить между собой. При этом птица не испытывала боли. По мнению ветеринаров, такого необычного протеза должно хватить для полетов на 2 года. До следующей линьки сразу после операции пернатого окольцевали. Ветеринары, специалисты востребованы. А вот в педагогах, какого профиля особо нуждаются в нашей стране, поведаем после новостей спорта. Футбол в Иркутске будет жить. Игрокам «Зенита» спустя 3 месяца все-таки выплатили зарплату. А сам клуб получил необходимое финансирование для дальнейшего выступления в профессиональной лиге. Это значит, что впереди у синебелых вояж в Санкт-Петербург. Там наши парни проведут две игры, одна из которых состоится уже 6 октября. Соперник – местный «Зенит-2». А вот для Иркута Кубок России по баскетболу завершился, не успев начаться. Оранжево-черные объявили о невозможности проведения поединка 1-16 турнира против Тамбова. Дело в том, что ряд игроков нашей команды получил положительные результаты тестов на коронавирус. Иркутский коллектив теперь на самоизоляции. Воспитанник ангарской хоккейной школы зажег в континентальной лиге. Уроженец города нефтехимиков Иван Володин забил свою первую шайбу за клуб СКА из Санкт-Петербурга. В матче против Хабаровского «Амура» наш земляк также отдал голевую передачу. Благодаря этим действиям коллектив с берегов Невы победил со счетом 1-3. Евгений Шоев, Данил Седов. Новости по будням. Счет медалям, которые завоевывают спортсмены Иркутской области, растет от турнира к турниру. Так случилось и на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе. Они состоялись в минувшие выходные в областной столице. О чемпионах и особенностях состязаний расскажет Данил Седов. Со стартовой сирены на ковре начинается бескомпромиссное соперничество. На всероссийском турнире по греко-римской борьбе памяти Константина Вырупаева по-другому и быть не может. Ведь на кону не только статус победителя соревнований, но и звание мастера спорта. 21-летний иркутянин Михаил Лелека принимает участие в этих состязаниях в четвертый раз. На счету молодого человека два серебра и бронза данного турнира на год 2020-й задача одна. В Иркутске соревнования проводят уже в 15-й раз при поддержке Министерства спорта при Байкале. Побороться за звание чемпиона в этом году осмелились около 70 борцов из регионов Сибири и Дальнего Востока. Им предстояло выявить лучших в девяти весовых категориях. Единственная особенность нынешних соревнований – это пустые трибуны. Из-за пандемии коронавируса поддерживать парней болельщики могли только в режиме онлайн. Но об отмене состязаний речи даже не шло. Для нас очень важно было провести этот турнир, потому что он, во-первых, юбилейный, 15-й по счету. Во-вторых, 90 лет Константину Григорьевичу Ворупаеву именно в этом году, 2 октября. Поэтому очень важно было сохранить вот эту традицию и не прерывать, несмотря ни на какие обстоятельства. Не собирались прерывать победное шествие по этому турниру и спортсмены Иркутской области. В этом году наш регион представляли порядка 20 человек. Совместными усилиями они завоевали для Прибайкалия по 4 золотые и бронзовые медали. Михаил Лилека, кстати, не только внес вклад в общий результат сборной, но и достиг своей цели. Отныне он носит статус чемпиона всероссийского турнира по греко-римской борьбе имени Константина Вырупаева. Данил Седов, Виталий Перетолчин. Новости по будням. Не только о спорте можно будет узнать на выставках, посвященных столетию Ленинского округа Албасного центра. Экспозиции откроют в отделе истории городского музея имени Сибирякова. Гости смогут увидеть работы молодых иркутских художников, участников творческого объединения «Красный квадрат». Также с помощью различных экспонатов будет показана жизнь района, как устроен быт людей, какие предприятия функционируют на территории округа. О других интересных новостях уже со всего света узнаете из рубрики «Повесточки». Всем здравствуйте! 5 октября отмечается День Учителя. Они вдохновляют, обучают, дарят знания. А значит, на эту тему сегодня и поговорим. Центр молодежного и инновационного творчества «Диджитлаб» открыли в Иркутске. Разместился он в библиотеке имени Молчанова Сибирского. Здесь можно освоить целый спектр умений, связанных с 3D. Это и графика, и программирование, и моделирование. А еще погрузиться в мир искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Заниматься можно будет индивидуально или в проектных группах, разрабатывать проекты в IT-сфере. Все это в будущем, надеются организаторы, поможет восполнить недостаток высококвалифицированных инженеров в регионе. При этом спрос на педагогов в регионе вырос и весьма внушительно за год на 21%. Чаще всего, как сообщают аналитики онлайн-сервиса, по поиску работы требуются преподаватели гуманитарных наук и языков. Затем побывающие учителя информатики, физики и химии. Отмечается, что более 9% вакансий предполагают умение работать дистанционно и быть готовыми использовать современные технологии. Часто важен для работодателей и творческий подход в обучении. Видимо, дела обстоят хорошо с внедрением научных технологий в Калужской области. Школьник именно из этого региона победил на одном из соревнований агророботов. Отличился Яков Радченков. Чтобы обойти соперников из других городов, ему пришлось показать высокий результат в управлении агророботами и коптерами, а также пройти ряд заданий с разными испытаниями. Сейчас школьник готовится к финалу конкурса. Лучшего учителя года выбрали на Украине. Им стал преподаватель истории Василий Дьяков. Победителя определило экспертное жюри, в которое входили почти 3000 человек. Теперь педагог получит денежную премию, год бесплатного обучения, а еще поедет на крупнейшее мировое образовательное событие – Global Education and Skills Forum 2021 года. Встречайте каждый день в отличном настроении, а мы подарим еще больше хороших новостей. И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Звоните 792-402, если у вас есть интересные новости. И не забывайте про наш сайт ntsdfistv.ru. Я же на этом прощаюсь. Оставайтесь на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами.